КОНЕЦ Коллеги, всем привет! Это конференция Smart Data. И сегодня из студии вещает компания Queryfy Labs в лице меня. Меня зовут Владимир Озеров и моего коллеги Алексея. Алексей, привет! Привет, всем привет! Мы сегодня будем рассказывать про то, как устроены распределенные скальтушки в первую очередь в разрезе производительности. И прежде чем мы начнем, мы хотели бы представиться, чтобы было понятно, почему мы можем хоть что-то знать полезное про такого рода системы. Мы работаем с Алексеем в компании Queryfy Labs, где мы разрабатываем компоненты с UBD для компаний, которые создают новые дат-менеджмент продукты. И мы делаем такие вещи, как оптимизаторы сквальных запросов, сторидж-движки, кверии-движки, распределенные протоколы. И в процессе этой деятельности мы очень часто сталкиваемся с распределенными сквальдвижками в том числе. И у нас за годы, как мы этим занимаемся, накопился определенный опыт, который мы хотели бы вам сегодня передать. И в частности, в процессе работы над определенным количеством такого рода движков мы заметили, скажем так, определенные общие черты, которые прослеживаются от продукта к продукту и которые могут достаточно существенно влиять на производительность такого рода продуктов. Поэтому нам пришло в голову сделать такой обзорный доклад, в котором мы бы на достаточно высоком уровне рассказали бы вам, каким образом работают такого рода движки, на какие вещи вам стоит обращать внимание. И на практике это может вам помочь использовать такие продукты более эффективно. Алексей, ты хотел бы что-нибудь добавить? Да, я, наверное, хочу добавить, что во время нашего доклада вы можете писать свои вопросы в чат, и, возможно, если будет что-то интересное, мы ответим на этот вопрос прямо во время доклада. И в конце доклада у нас предусмотрена дискуссия, в которой мы уже сможем обсудить какие-то детали более подробно и в неформальной обстановке. Хорошо, спасибо. Тогда давайте начинать и перейдем к слайдам. Итак, еще раз кратко о нас. Мы занимаемся разработкой компонентов СОБД. До этого мы с Алексеем проработали достаточно длительное время над InMemory DataGrid продуктами, такими как Apache Ignite и Hazelcast. В том числе мы занимались разработкой SQL там тоже. И этот доклад будет обзорным. Он будет показывать некие ключевые аспекты работы распределенных искольных систем. И среди слайдов вы увидите достаточно большое количество ссылок, таких как ссылка 1 и 2 на том слайде, который вы сейчас видите. И в конце доклада будет, соответственно, ссылка на страничку, где вы можете ознакомиться с содержимым всех этих ссылок, если вам будет интересно. И давайте еще раз проговорим про основную идею данного доклада. За последние годы мы увидели большой всплеск интереса к распределенным SQL-системам. И мы видим, что распределенные SQL внедряют и классические вендоры реализационных СОБД, и продукты с Big Data Stack, Data Lake, стриминговые системы, New SQL, No SQL. То есть фактически SQL везде. И причина этого вполне понятная. SQL достаточно удобный язык, его знает большое количество человек, он хорошо интегрируется с достаточно большим количеством тулов, которые вы используете на практике. Поэтому любой распределенной системе, которая управляет данными, займите SQL достаточно интересно и полезно. И проблема заключается в том, что написать распределенный SQL-движок так, чтобы он обрабатывал ваши запросы быстро, значительно сложнее, чем сделать аналогичный движок, который работает в рамках одного узла. Поэтому в данном докладе мы структурно разбили все на две части. То есть в первой части доклада мы поговорим про техники, которые используются в процессе оптимизации запросов и которые влияют на тот план, который будет в конечном счете исполнен. И во второй части Алексей расскажет про техники, которые используются уже непосредственно в рантайме. И в процессе доклада мы будем много ссылаться на такого рода системы, как PatchFling, PatchSpark, Dremio, Cacroo и прочее, и приводить примеры из них. Давайте начинать. Первая часть будет про оптимизацию запросов. Итак, если мы кратко попытаемся описать, из чего состоят классические оптимизаторы, хоть обычных искольных систем, хоть распределенных, то условно их можно разбить на несколько ключевых компонентов, которые встречаются практически везде. Это такие оптимизаторы должны иметь некое промежуточное представление для грамотного выражения запроса, который необходимо исполнить. Они имеют набор определенных оптимизаций, которые мы применяем к этому промежуточному представлению. И точно так же используются определенные алгоритмы, по которым эти правила трансформации применяются. И в ближайших сладах я расскажу, что они себе представляют. Итак, когда вы отправляете запрос в систему, первое, что делает практически любой оптимизатор, он транслирует его в синтаксическое дерево, проверяет корректность этого дерева на следование семантики SQL или каких-то особенностей системы, после чего синтаксическое дерево транслируется в некое промежуточное представление, которое представляет собой набор операторов, которые моделируют классические операторы реализационной алгебры. Интересно заметить, что некоторые системы на самом деле принимают решение не делать такого рода преобразования и работать напрямую с синтаксическим деревом. Но, как правило, это достаточно проблематично, потому что структура синтаксического дерева достаточно сложная. И применять к нему различного рода оптимизации, характерной для реализационных операторов, достаточно сложно. Поэтому на практике в таких системах, как Spark, Flink, Dremio и Presto, работа происходит над промежуточным представлением, а не над синтаксическим деревом. Важно отметить, что на самом деле дизайн промежуточных операторов — это достаточно нетривиальная вещь. Она, к сожалению, находится за рамками данного доклада, но стоит отметить, что если вы неправильно спроектировали такого рода операторы, то это может повлечь за собой достаточно серьезные последствия для производительности. И в частности, есть одна особенность, что продукты, которые используют Apache Calcet под собой, такие как Apache Flink, Apache Hive, Dremio, они, как правило, не могут хорошо планировать джойны. И связано это с тем, что в Apache Calcet были приняты определенные решения по дизайну такой интермедиат-репрезентейшн, с деталями которых вы можете ознакомиться по ссылке внизу. Поэтому правильно спроектировать такого рода дерево — это уже большое дело. в таких системах, как правило, вы, если вы запустите explain, то вы увидите операторы, которые отражают характерные операторы реализационной алгебры, такие как сканирование какого-то источника данных, применение проекции, то есть изменение или вычисление новых атрибутов, применение фильтра, сортировки, агрегации, window-агрегации, join, union и прочие операторы. И, как правило, ключевой набор таких операторов в продуктах составляет буквально 8-10, может быть, 12 штук. И с помощью них можно выразить практически любой запрос, который вы отправляете. В дальнейшем, что мы делаем с этим деревом? Наиболее распространенный подход в современных бишках — это так называемая rule-based оптимизация. Заключается она в том, что разработчики продукта определяют набор правил, которые трансформируют дерево операторов. Каждое правило условно состоит из паттерна, который мы применяем, по которому мы ищем определенный шаблон в дереве, и непосредственно трансформация, которую мы применяем к соответствующим узлам. На данном слайде вы видите пример правила, которое ищет агрегат поверх оператора join и делает pushdown агрегата под join. Это достаточно распространенная и полезная оптимизация. Опять же, по ссылкам вы можете ознакомиться с характерными наборами правил, которые встречаются в продуктах типа патч-кальцита, патч-спарка и преста. Далее. Когда мы, если мы с вами имеем набор правил, то возникает следующий вопрос, каким образом эти правила применять для непосредственной оптимизации запросов. И в современных SQL-движках вы можете встретить два характерных подхода. Первый из них называется итеративное планирование. Заключается он в том, что наши оптимизаторы представляют свой, по сути, некий конечный автомат, который принимает на вход дерево и правила, которые они хотим применить, применяют это правило и получают новое дерево. И таким образом мы последовательно применяем все больше и больше правил. На каждом этапе у нас есть строго одно дерево, и рано или поздно процесс оптимизации заканчивается по каким-то граничным условиям. Либо потому что у нас не осталось паттернов, которые подходят под правила, либо сработал какой-то другой триггер, такой как, допустим, максимальное количество вызовов правил или время истекло и прочее. И такой подход вы можете встретить из известных продуктов в Spark, вы можете его встретить в Presto. И такие же подходы в том числе используются в продуктах на основе Apache-кальцита, Flink и Hive. Главное преимущество такого подхода к планированию – это его простота. Такого рода оптимизаторы не очень быстрые, их можно достаточно быстро создать, и это буквально просто цикл. Вы можете представить себе это как цикл, который просто последовательно применяет правила. Тем не менее, главная проблема такого подхода заключается в том, что такого рода оптимизаторы не могут вам гарантировать оптимальность плана. Потому что иногда для того, чтобы добраться до самого дешевого плана исполнения, вам нужно пройти через какие-то промежуточные этапы, которые чисто итеративным подходом выразить не удается. Поэтому на практике встречается еще второй подход, который называется cost-best оптимизация. Заключается он в том, что мы пытаемся обозначить максимальное количество доступных путей исполнения запросов в рамках одного процесса оптимизации. То есть мы не просто переходим от плана к плану, а мы складываем все планы последовательно в какое-то одно место. Чаще всего это структура данных, которая называется мема. Это некое компактное представление большого количества планов. Представляет она собой так называемый end-or-graph, который состоит из чередования групп эквивалентности, которые на данном слайде изображены кружками, и операторов. Группа эквивалентности представляет собой совокупность операторов, которые при исполнении на одном и том же наборе входных данных всегда выдадут одинаковые результаты. В частности, на данном слайде вы видите, что верхний оператор aggregate слева и project справа – это фактически эквивалентные операторы, которые при исполнении выдадут один и тот же результат. И что, по большому счету, делают cost-best оптимизаторы? Они в каком-то виде агрегируют планы в одном месте, и дальше они раздают стоимость этим планам. Стоимость может раздаваться сначала индивидуальным операторам, после чего формируется стоимость конкретного плана. И здесь важно отметить, что такие оптимизаторы, как правило, являются гораздо более сложными в разработке, и они могут требовать гораздо большего времени на оптимизацию запросов, но их очевидное преимущество заключается в том, что они могут исследовать на порядке больше альтернативных планов, чем итеративные оптимизаторы. Поэтому cost-best оптимизация встречается в очень многих СУБД, начиная от классики вроде скольс-сервера и Oracle, и заканчивая распределенными СУБД в том числе. Например, это опять же продукты на основе патч Кальцит, оффлинг, дремио, это гринплам, кокротч, деби. Это все продукты, которые полагаются на cost-best оптимизацию. Здесь важно отметить, что такое стоимость вообще. В идеале стоимость — это некая величина, которая отражает перспективность исполнения данного плана в контексте решаемой вами проблемы. И чаще всего под стоимостью мы пытаемся смоделировать, как правило, время исполнения запроса. То есть мы хотим сделать эту стоимость наименьшей, что означает, что запрос будет исполнен максимально быстро. Но в современных системах на самом деле понятие стоимости может отличаться. Потому что иногда хочется исполнить какой-то запрос не только быстро, но и дешево, особенно если вы работаете в каких-то облачных системах. Поэтому в современных системах понятия стоимости имеют тенденцию к усложнению. Иногда у вас может быть по большому счету несколько конфликтующих целей. То есть с одной стороны исполнить максимально быстро, а с другой стороны не потратить большого количества денег. Поэтому стоимость — это некая мера, скажем так, мера чего? Это мера до выгоды или перспективности исполнения данного плана по отношению к другим. И по большому счету вы просто используете стоимость, чтобы сравнить несколько планов друг с другом. И, конечно, в теории хочется, чтобы эта стоимость максимально объективно и точно оценивала реальную стоимость исполнения этого оператора. То есть если вы исполняете данные, допустим, на CPU, то пускай это будет цикл процессора. Если вы сканируете данные на диске, пускай это будут какие-то IOPS или еще что-то. Но на практике, конечно, используются гораздо более упрощенные модели. И просто по той причине, что подумайте, каким образом вы можете выразить стоимость оператора сканирования. Ну да, вы можете придумать какие-то коэффициенты для одной системы, для одного вида дисков, но в другой системе или в RAID это будут уже совершенно другие цифры. И поэтому придумать такую общую модель достаточно проблематично. Поэтому, как правило, в Косбест-оптимизаторах мы не пытаемся точно смоделировать реальное исполнение запроса. Вместо этого мы пытаемся придумать какие-то упрощенные модели, которые в общем случае будут, скажем так, более перспективные для нас запросы делать дешевле. И, как правило, для этого используются статистики, само собой. Но статистики зачастую являются не очень точными. Во-вторых, могут применяться всевозможные мэджи-константы или какие-то упрощенные оценки стоимости алгоритмов. Допустим, мы знаем, что операция хэширования, она в общем случае имеет линейную сложность, в то время как операция сортировки имеет сложность N-Logaryfm-N. То есть это может как-то выражаться в Кост-модели, но в любом случае важно понимать, что они, как правило, очень упрощенные, очень неточные. И главное практическое следствие из этого для вас заключается в том, что, в общем-то, полагаться на то, что оптимизатор всегда за вас найдет дешевый план, на практике не приходится. И для распределенных систем это применимо вдвойне, потому что им надо планировать не только исполнение в рамках одного компьютера, но и в рамках нескольких узлов. Поэтому, конечно, чтобы эффективно использовать распределенные SQL-движки, требуется очень внимательно смотреть на то, какие планы вы получаете и какие ручки есть для того, чтобы вы могли с помощью конфигурации или какие-то свойства изменять поведение оптимизатора. Теперь давайте поговорим, какие типичные трансформации бывают в рамках применения rule-based оптимизации в таких движках. Их условно можно разделить на несколько больших групп. Первая — это группа оптимизаций, которые упрощают операторы. Это оптимизации, которые перемещают или смерживают операторы. Это некие правила, которые планируют порядок в выполнении операторов join. И, наконец, правила для планирования распределенных операторов. Если говорить про упрощение, то здесь, как правило, от движка к движку плюс-минус все одно и то же происходит. Есть большое количество ситуаций, когда тот запрос, который вы отдали движку, на самом деле можно упростить. То есть если в процессе работы, допустим, вы где-то написали из null над колонкой, которая является not null, то очевидно, что ни один кортеж не будет удовлетворять данному условию, поэтому можем выродить целый оператор или даже под дерево операторов просто в пустой оператор. Точно так же, если вы делаете агрегацию над каким-то входным оператором, у которого ключ агрегации уже является уникальным, очевидно, что эта агрегация не сделает никакой полезной работы. Мы можем просто заменить агрегат на какой-то другой, более простой оператор, например, на оператор проекции. И такого рода оптимизации встречаются практически повсеместно в очень большом количестве движков. Далее. Большая группа оптимизаций — это оптимизации, которые перемещают операторы друг относительно друга. Самая распространенная оптимизация здесь — это, конечно, фильтр pushdown. Про нее все слышали и все понимают, что да, конечно, круто фильтр спустить максимально вниз и, скорее всего, все это ускорит время исполнения запроса. На практике все гораздо сложнее. Во-первых, оператору иногда полезно двигать не только вниз, но и вверх. Например, те же самые фильтры иногда полезно подвинуть вверх, потому что, если, допустим, вы снизу подтянули фильтр до join, и этот фильтр применяется к одному из плеч join, а у вас есть операция равенства между атрибутами слева и справа, то, может быть, этот фильтр вы можете продублировать и для отношения справа. И тем самым у вас был один фильтр, а теперь у вас два фильтра, и каждый из них вы можете независимо снова запушить вниз. Точно так же, например, иногда изменяется порядок операторов join. То есть классические трансформации для join — это commute, associate — это фактически операторы, которые либо двигают join относительно друг друга вертикально, либо же горизонтально. Поэтому, как правило, реализация таких правил, она, как правило, достаточно сложна. В них очень часто скрывается большое количество багов, потому что в реализационных операторах очень легко допустить какие-то преобразования, которые на самом деле приведут к неэквивалентным результатам. Поэтому, по большому счету, именно коллекция таких правил для делингвишков, таких как альцит или преста, является, пожалуй, одной из наиболее ценных частей этих оптимизаторов и наиболее сложной в том числе. Далее. Особняком часто в движках стоит оптимизация для переупорядочения порядка join. Всем известно, что в зависимости от того, в каком порядке мы применяем join, время исполнения запроса может очень сильно варьировать. Потому что если вы выбрали такой порядок, который создает большое количество больших промежуточных результатов, то такой запрос будет, в общем случае, выполняться не очень быстро по сравнению с альтернативным порядком, где промежуточные отношения имеют меньший размер. Плюс существует ряд отдельных трансформаций специфично для конкретных вискейсов, например, специальной оптимизации для Star или Snowflake запросов. И для того, чтобы планировать в join, движки часто используют разные подходы, когда они находят некое поддерево join, превращают его в плоский вид и дальше пытаются нарезать этот, скажем так, NR-ный join оператор на последовательность независимых бинарных операторов join. Чаще всего для этого используется подход, который называется Dynamic Programming. Заключается в том, что мы строим специальную компактную структуру данных, называемых Dynamic Programming Table, в которой мы кодируем всевозможные перестановки и находим наиболее дешевую из них. Чаще всего для выбора на более дешевые также используются косты, так же, как и в кост-бейс-оптимизации. И примеры такого рода правил вы можете посмотреть по ссылкам, опять же, в продуктах Presta, в Calcite такое есть, в Cacroach такое есть, очень распространенная и сложная и полезная оптимизация. Дальше. Ну и, наконец, существует в распределенных оптимизаторах именно самая мякотка, которая заключается в планировании распределенных операторов. Ключевое отличие распределенных и скольных движков от обычных заключается в том, что данные у нас в общем случае распределены по большому количеству узлов. Поэтому чаще всего распределенные скольные движки вводят специальное понятие, которое мы условно назовем distribution, которое для каждого оператора в нашем плане показывает, как распределены данные, которые он отдает. И существует два классических распределения. Первую условно можно назвать partitioned или sharded. Заключается она в том, что весь сет данных для данного оператора разбит по узлам в кластере. Второй вид распределения называется replicated. Заключается она в том, что вся копия данных, которого отдает текущий оператор, присутствует в полном объеме на всех узлах. И в дальнейшем, что нам нужно, нам нужно для каждого распределенного оператора, будь то join, агрегат, сортировка и прочее, найти такие комбинации распределений, которые позволят нам исполнить данные оператора. Давайте посмотрим на оператор join. Давайте предположим, что у нас есть некий equi-join, то есть это join, в котором в качестве условия присутствует равенство, и мы хотим фактически join две таблицы по равенству их атрибутов. Так как данные, в общем случае, этих таблиц у нас распределены таким образом, что ключи join с одним и тем же значением могут располагаться на разных узлах, первое, что нам необходимо сделать, это добиться того, чтобы кортежи с совпадающими ключами оказались на одном и том же узле. Для этого в движках существует специальный оператор, который часто называется exchange или shuffle, который по определенному условию, например, по хэш-коду, пересылает кортежи между узлами. И в частности, на данном примере мы стартуем с двух распределенных таблиц, у которых сначала данные не сколоцированы по ключу join, но в дальнейшем мы применяем exchange к левой стороне, к правой стороне и получаем теперь такой промежуточный результат, который позволит нам уже сделать join'ы на каждом узле независимо и тем не менее получить правильный результат. Альтернативой этому является так называемый broadcast join. Заключается в том, что вместо того, чтобы решардировать два плеча join'а, мы можем взять одно плечо, как правило, наименьшее, и превратить его из sharded распределения в replicated распределение. Для этого мы берем каждый кортеж из нашего источника и просто переслаем его на все узлы в кластере. И такого рода оптимизация может оказаться, во-первых, очень эффективной в том случае, если мы соединим одну большую таблицу с маленькой таблицей, потому что мы суммарно будем на самом деле пересылать меньше данных, чем если бы мы решардировали оба плеча join'а. И другой важный момент, что такая оптимизация очень важна для нестандартных join'ов. Например, для outer join'ов, для не-equi join'ов. Без этой оптимизации такого рода join'ы, как правило, невозможно выполнить в принципе. Поэтому, если вы планируете использовать определенный распределенный движок в продакшене, вы хотите исполнять такого рода сложные запросы, то вам нужно поинтересоваться, поддерживает ли движок такие join'ы в принципе. Потому что очень часто продукты могут отказываться от такого рода перераспределения данных и тем самым ограничивать себя в том, какие, скажем так, наборы join'ов они поддерживают в принципе. С точки зрения агрегации здесь все очень похоже на join. То есть давайте представим, что у нас есть ключ агрегации. Это набор тех столбцов, которые вы указываете под ключевым словом group'by. И для того, чтобы сделать распределенный агрегат, нам, как правило, необходимо убедиться в том, что данные, которые имеют, что кортежи, которые имеют один и тот же ключ агрегации, находятся на одном узле. Поэтому мы точно так же применяем оператор exchange, который перераспределяет данные таким образом, чтобы все записи с одним и тем же значением оказались на одном узле. После чего мы можем сделать спокойно финальную агрегацию и получить корректный результат. И очень часто здесь же мы применяем так называемую локальную преагрегацию для того, чтобы уменьшить количество данных, передаваемых по сети. Потому что если бы этого оператора преагрегейта здесь не было, то нам бы пришлось передавать по этому слайду 7 записей. Но так как мы сделали преагрегацию, мы передаем только 4 записи. Но на практике, конечно, экономия, как правило, получается гораздо больше. Далее. Наконец, по поводу оптимизации запросов хотелось бы еще остановиться на двух интересных техниках, которые условно можно назвать планирование физических свойств и так называемое многофазное планирование. Первое. Мы с вами обсудили, что такое rule-based оптимизация. Когда у нас есть некий паттерн, который смотрит на изолированный кусочек дерева операторов и говорит, давайте-ка его изменим. На практике у нас могут возникать ситуации, когда мы хотим посмотреть не на конкретное поддерево, а когда мы хотим уловить взаимосвязь между большим количеством операторов, находящихся на разных узлах дерева. И придумать какой-то паттерн, который помог бы нам это сделать, на практике не представляется возможным. Например, давайте посмотрим на схему слева. Здесь мы видим, что мы хотим сделать join двух таблиц, и кроме этого мы хотим сделать агрегацию на одной из таблиц. И обратите внимание, что мы делаем агрегацию по ключам A1 и A2, в то время как join мы делаем по ключу A2. И наш оптимизатор на слайде слева решил решардировать данные дважды. Сначала решардировать так, чтобы можно было сделать агрегацию, то есть мы решардируем по ключу A1 и A2, а потом решардировать так, чтобы можно было сделать join. Но обратите внимание, что те ключи, по которым мы делаем решардирование, на самом деле включают друг друга. То есть B1, прошу прощения, атрибут A2, он уже включен в ключ A1, A2. И поэтому на самом-то деле нам было бы более выгодно просто один раз решардировать таблицу по ключу A2, и этого нам было бы достаточно, чтобы сделать корректно и агрегат, и hash join. И учитывая то, что операция Exchange, как правило, очень дорогостоящая в распределенных системах, хотелось бы, конечно, чтобы наш продукт умел находить такого рода комбинации. И rule-based оптимизация, к сожалению, здесь не подходит. Поэтому, как правило, в движках существует такое понятие, как физическое свойство оператора. Это некое значение, которое ассоциировано с оператором, которое может описывать либо то, каким образом сортированы кортежи внутри оператора, либо каким образом эти кортежи распределены. И по своему смыслу физическое свойство не изменяет результат работы оператора, а просто описывает, каким образом данные будут вам отданы, в каком порядке или с каким распределением. И движки пытаются сделать так, чтобы узлы в вашем плане могли транслировать друг другу определенные запросы по характеристикам тем физических свойств, которые им были бы удобны. В частности, наш оператор HeadJoin может сказать, мне было бы удобно, чтобы данные были шардированы по B2. Этот запрос приходит в агрегат. Агрегат смотрит, что его тоже устраивает такое распределение. Поэтому он это транслирует вниз, появляется оператор Exchange, и на выходе мы получаем более оптимальный план справа. И для того, чтобы применять такую роду оптимизацию, существует специальный алгоритм, он называется Cascades. Он был предложен очень давно, в середине 90-х. Он был достаточно рано адаптирован в SQL Server. Из современных распределенных продуктов он применяется в оптимизаторе Orca, который используется в пивоталгринпламе, и он используется в патч-кальците. Ну и потенциально, соответственно, могут использовать продукты на основе патч-кальцита. Это достаточно такой продвинутый и мощный алгоритм, но у него очень высокая комбинаторная сложность, поэтому использовать его надо крайне аккуратно. Поэтому многие движки на самом деле не используют его и применяют какие-то более упрощенные методологии по поиску таких хитрых комбинаций операторов. В частности, вы можете ознакомиться с некоторым из них, опять же, по ссылкам, например, в оффлинке. И, наконец, последнее — это многофазное планирование. Идея заключается в том, что если вы попытаетесь применить ксбейст-оптимизацию для поиска всех потенциальных планов, то, скорее всего, вам не получится это сделать за разумное время, потому что задача оптимизации является NP-сложной. Поэтому, как правило, движки, они пытаются разбить весь процесс планирования на несколько фаз. Причем одна фаза может быть итеративной, другая может быть кост-бейст, потом снова итеративной. И на практике, если вы откроете такие продукты, как Flink или Spark или Dremia, то вы увидите, что у них могут быть даже не одна-две, а буквально десятки фаз, которые последовательно пытаются сделать план все лучше и лучше. Такое разбиение позволяет нам уменьшить суммарную сложность планирования запроса, но мы, тем не менее, жертвуем оптимальностью. Потому что если мы нашли два локальных минимума, это не значит, что сложив их, мы получим глобальный, глобально оптимальный план. Вот. Ну, в частности, например, в Flink вы можете увидеть большое количество таких маленьких итеративных фаз, которые делают какие-то простенькие перезаписи запроса, упрощают какие-то операторы и прочее. И также в Flink есть одна опциональная фаза планирования джоинов, которая по дефолту выключена, и Flink, в общем-то, не планирует джоины, если вы явно не попросите его об этом. И также он может делать cost-best оптимизацию, которая разделена на две фазы. Фаза логического планирования, когда он пытается перемещать операторы друг относительно друга, и фаза физического планирования, когда он пытается выбрать алгоритмы для конкретного оператора. Допустим, джоин — это будет hash-джоин или merge-джоин, да, или nest-at-look-джоин. Вот. То есть это пример, с которым вы тоже можете ознакомиться по ссылке. По поводу оптимизации — это все. Последние пару слайдов с моей стороны. Когда мы закончили процесс оптимизации, нам нужно инициировать исполнение запроса в кластере каким-то образом. Для этого в продукте часто используется понятие фрагмента. То есть идея заключается в том, что у нас на выходе оптимизатора есть план, в котором присутствует определенное количество операторов exchange. Далее. По границам этих экченджей мы нарезаем план на независимые шаблоны. Ну, или иногда их называют фрагменты, которые связаны друг с другом, ну, какими-то ссылками. Ну, в общем случае это просто передача данных по сети с одного оператора в другой. И в дальнейшем мы фактически скедулаем эти фрагменты. Мы раскидываем эти фрагменты по узлам в кластере. И, с одной стороны, эти два независимых фрагмента могут одновременно исполняться на узле, что дает нам вертикальный параллелизм. Точно так же эти фрагменты могут исполняться на большом количестве узлов одновременно, что дает нам горизонтальный параллелизм. То есть, тем самым вы можете масштабировать отдельные фрагменты, как вертикально, так и горизонтально. И зачастую в продуктах существуют определенные ручки, которые вы можете подкручивать, чтобы указать, в каком количестве экземпляров исполняется тот или иной фрагмент. На этом я передаю дальнейшее слово Алексею. Он вам расскажет про рантем оптимизации и другие интересные штуки. Да, спасибо большое, Владимир. Единственное, за время, которое прошло от одного участника нашей трансляции, поступил вопрос. Является ли Dynamic Programming Table эквивалентом мема в Cascades? Нет, не является. Это разная структура данных. То есть, у них смысл-то один и тот же. Это избежать перевычисления одних и тех же кусков. Но достигается это немножко по-разному. То есть, по большому счету, это просто разные структуры данных. Они по-разному устроены, но решают одну и ту же задачу. Спасибо. Что ж, давайте продолжим. Начнем, собственно, с рантайм-оптимизации. Но прежде всего, давайте поговорим о том, почему вообще эти рантайм-оптимизации важны. Прежде всего, как мы уже посмотрели, оптимизатор оперирует с не совсем актуальными или с неполными данными, и поэтому принять оптимальное решение не всегда возможно. В том числе, например, потому что у нас есть outdated статистики, либо потому что мы применяем эти самые эвристики, про которые говорил Владимир. Также стоит отметить, что раз мы говорим о распределенных системах, то в них часто возникает такая проблема, как data skew или неравномерность перераспределения данных. И с этой проблемой тоже необходимо каким-то образом бороться. И рантайм-оптимизации, по сути, это набор техник, которые позволяют компенсировать либо ошибки оптимизатора, либо какие-то ситуации, которые возникают во время исполнения запроса и приводят к непредсказуемому времени исполнения этого запроса. Начнем мы с такой техники, как прунинг. Наверное, большинству из вас известно такое понятие, как partition pruning, и, по сути, это является частным случаем этой общей техники. Идея этой оптимизации состоит в том, что мы, имея на руках некоторую дополнительную информацию из, скажем, метаданных нашей схемы и самого запроса, мы можем избежать чтения большого количества данных, не читая непосредственно сами кортежи. Соответственно, классифицировать условно можно прунинг на три части. Partition pruning, column pruning и block pruning. Partition pruning, собственно, его методология совпадает с его названием, мы игнорируем целые шарды, исходя из тех фильтров, которые у нас имеются на руках. Column pruning — несколько более специфичная оптимизация, потому что, как правило, она требует и наиболее часто используется в движках, в которых используется колончатое хранилище. И в том случае, если наши данные уже разбиты по колонкам, то, имея на руках список колонок, которые требуют в конечном счете наш запрос, мы можем просто пропустить чтение большого количества данных, что на практике, если ваша таблица очень широкая, то это может сократить количество данных, которые считываются из неизлежащего стороджа в разы, если не на порядке. И, наверное, наиболее хитрая оптимизация, связанная с pruning, это блок pruning, которая не завязана на непосредственную структуру партишенов либо колонок. И ее идея состоит в том, что мы разбиваем блоки, разбиваем данные на блоки и предвычисляем некоторый набор статистик, который характерен для наиболее часто используемых запросов. Например, мы можем посчитать минимум или максимум каждого атрибута, который хранится в данном блоке. Соответственно, дальше, если у нас используется запрос с сравнением меньше, то если мы видим, что аргумент нашего запроса меньше, чем минимум, который сохранен в нашем блоке, мы можем полностью этот блок пропустить. И, соответственно, если гранулярность блока достаточно большая, то даже не имея индекса, мы можем пропускать большое количество данных. Примером, скажем так, косвенным примером использования такой техники является битмап сканирования в Postgres, когда вы, имея на руках несколько индексов используете лука по этим индексам. И далее, для того, чтобы оптимизировать чтение, вы комбинируете битмапы с тем, чтобы пропустить большее количество данных при сканировании. Также стоит отметить, что в распределенной системе partition pruning также может увеличивать и масштабируемость вашего рантайма, потому что если, вот как в данном примере, вы применили предикат и сократили количество шардов, с которых будет производиться чтение, вы сможете также сократить, скорее всего, и количество узлов, на которые будет отправлен ваш запрос, что в конечном счете избавит те узлы, на которые запрос не был отправлен, от лишней работы. Стоит отметить, что pruning возможен не со всеми возможными условиями, а с условиями, которые называются в литературе sargable. То есть это привычный меньше-больше, between, like с фиксированным префиксом. И, собственно, это аргументы, которые не подразумевают каких-то сложных трансформаций над данными, с тем, чтобы мы могли, собственно, вычленить информацию о pruning, о том, какие именно кортеджи нам нужно пропустить из самого предиката. Распространением идеи pruning является такой подход, как поздняя материализация. И суть его состоит в том, что если у нас есть запрос, который считывает большое количество колонок, но при этом фильтрация происходит по малому количеству колонок, то может быть выгодно сначала прочитать только те колонки, по которым происходит фильтрация, и получить информацию о том, какие конкретно записи удовлетворяют нашему фильтру. Затем, если у нас есть быстрый способ, который позволит по этим идентификаторам или условным идентификаторам, или абсолютным идентификаторам получить недостающие колонки, это позволит нам, опять же, сократить большое количество дисковых операций. И эта оптимизация часто используется, опять же, в колончатых хранилищах, потому что естественным способом адресовать записи является, по сути, такая штука, как rowid или порядковый номер записи, либо в глобальном датасете, либо в том куске данных, который мы на данный момент сканируем. Здесь стоит отметить, что тот выигрыш, который мы получим, если мы используем позднюю материализацию, он не всегда является прямо пропорциональным количеству данных, которые мы пропустили, потому что, опять же, в колончатых хранилищах вы не можете получить зачастую каждое конкретное значение индивидуально, потому что, опять же, данные разбиты на блоки, и если вам нужно получить какое-то конкретное значение, то вы будете, скорее всего, зачитывать весь блок. Поэтому эта оптимизация применяется для очень высокоселективных фильтров, и здесь важную роль играет взаимодействие с планировщиком. Далее хотелось бы перейти к классу оптимизаций, которые делают следующую штуку. В план во время планирования мы можем добавить дополнительный оператор, который семантически не будет влиять на корректность исполнения запроса, но при этом, если мы его включим, то он существенно улучшит общие характеристики, общую производительность этого запроса. И первым таким примером является, на самом деле, комбинация этого подхода и прунинга, и подход заключается с динамической фильтрацией плеча хэш-джойна, который делает лукап в хэштейбл. Соответственно, для того, чтобы эту динамическую оптимизацию применить, мы откладываем запуск оператора правого на данном слайде оператора сканирования до тех пор, пока мы полностью не построим хэштаблицу. И как только эта хэштаблица построена, мы конструируем фильтр на основе тех данных, которые наполнили хэштаблицу. И этот фильтр далее можно прокинуть в наш скан, и использовать уже известные техники прунинга. Эта оптимизация является очень эффективной, и она используется в очень многих продуктах, таких как Presto, Spark, Dremio и Snowflake, и позволяет очень хорошо ускорить джойны в случае Star или Snowflake запросов. Здесь стоит отметить, что, опять же, построение этого дополнительного фильтра и сбор дополнительной информации не является бесплатным, и в случае, если кардинальность вашей хэштаблицы будет очень большой, то построение этого фильтра может даже замедлить ваш запрос, потому что чем больше значений в хэштаблице, тем меньше данных мы сможем откинуть за счет этой динамической фильтрации. Поэтому некоторые движки, например, Presto, позволяют пользователям конфигурировать, когда эта оптимизация будет включена или выключена. И соответствующим рычагом конфигурации является размер этой самой хэштаблицы. Соответственно, как только размер хэштаблицы превышает некоторый порог, то эта оптимизация отключается. И в Presto, например, вы можете контролировать размер этого порога отдельно для broadcast и partitioned распределений. Очень интересным примером, который используется в системе Snowflake, является динамический дубликат агрегата, который позволяет сократить количество данных в некоторых случаях и существенно улучшить производительность. Давайте посмотрим на пример следующего плана. У нас есть join, который состоит из двух источников, и сверху этого join у нас стоит агрегат, который группирует по атрибуту из левой таблицы, при этом в данном случае суммирует по атрибуту правой таблицы. Можно заметить, что если мы этот агрегат продублируем и поставим над правым сканом, то семантика join не поменяется. То есть мы получим абсолютно тот же самый результат. При этом, если количество уникальных идентификаторов в правом скане будет маленьким, то наш промежуточный агрегат сократит количество кортежей, которые приходят в оператор join, что, опять же, может существенно ускорить наш запрос. При этом, опять же, так как конкретные статистики являются очень приблизительными, то достоверной информации о том, насколько наш промежуточный агрегат может кардинальность сократить, у нас нет. Поэтому что делают на практике? Оптимизатор вычисляет некоторую оценку, которую он выводит из статистик, и эта оценка, собственно, говорит, какая ожидаемая кардинальность для динамического агрегата будет выгодна, и информация об этой кардинальности помещается, передается в рантайм. Во время исполнения запроса наш динамический агрегат отслеживает свое состояние, и как только количество уникальных кортежей, уникальных идентификаторов превышает ту оценку, которую передал оптимизатор, этот узел, по сути, отключается для того, чтобы тот оверхед, который возникает из-за того, что мы промазали в оценке кардинальности, его убрать. И в этом случае просто в рантайме мы откатываемся на план, который здесь представлен слева. Преагрегация. Владимир говорил, что в случае распределенных систем преагрегация важна, потому что она сокращает количество данных, которые передаются по сети. При этом зачастую единицей параллелизма в таких системах является сам шард. При этом во многих системах, опять же, есть возможность читать данные из каждого шарда параллельно. Например, если наши данные разбиты по блокам, то мы можем, опять же, эти блоки пронумеровать и каждому из, скажем, параллельных частей назначить некоторое количество этих блоков. В этом случае мы можем наш агрегат продублировать еще раз и локально разбить наш шард на несколько независимых частей и, по сути, применить ту же технику, что делает оптимизатор во время планирования распределенного джойна, но сделать это локально. При этом принимать решение о том, какое количество независимых параллельных экземпляров мы будем выполнять, мы можем это решение принять непосредственно во время исполнения запроса и решение это мы можем принимать, исходя из того, какое количество, скажем, вычислительных ресурсов доступно на данный момент в нашей системе. Более того, если у нас есть возможность читать из нашего шарда параллельно, то в целом мы можем даже не конструируя конкретное количество операторов, менять их во время исполнения запроса. Эта оптимизация важна, например, для тех случаев, когда мы попали в ситуацию, в которой один из шардов, один из наших частей, оказался заведомо больше, чем все остальные. В этом случае в распределенной системе все данные будут обрабатываться на одном узле, и важно, чтобы даже если вы обрабатываете один шард, то этот шард обрабатывался максимально параллельно. Следующий класс оптимизации, на котором стоит остановиться, делает еще более продвинутые шаги для того, чтобы преобразовать план. И дойдя до какого-то шага исполнения запроса, он, по сути, переписывает все оставшиеся части. И первым примером такой оптимизации является динамическое изменение количества шардов. Почему это важно? Если мы, скажем, делаем скан, после которого стоит exchange и агрегат, то есть мы, по сути, делаем решардирование данных для того, чтобы сделать локальную агрегацию, то может оказаться, что часть вновь созданных шардов оказались очень большими, и в этом случае мы теряем параллельность. Часть шардов может оказаться очень маленькими, в случае чего мы получим большой overhead, большие накладные расходы на обработку очень маленьких задач. В этом случае понятно, что маленькие шарды можем совместить. И так делает, например, Apache Spark, и это поведение включается через свойства Spark SQL Adaptive Enabled. Здесь стоит отметить, что вот эти шаги, которые позволяют перейти от одного плана к другому, в самом Apache Spark происходит в так называемых точках материализации. В этих точках Spark сохраняет промежуточное состояние, которое мы получили на данный момент на диске, и передает управление координатору, что позволяет, соответственно, этот план поменять и продолжить исполнение с другим набором операторов. Если же мы говорим о динамическом разбиении шарда на несколько кусков, то такую оптимизацию применяет Google BigQuery, и делают они это следующим образом. Во время исполнения запроса каждый из вновь создаваемых шардов контролирует свое состояние. И если в какой-то момент его размер превышает, опять же, некоторое пороговое значение, то отправляется сигнал на координатор, и уже выполняющимся операторам дается команда писать данные вновь созданные шарды. То есть, по сути, этот шард делится на два или на несколько частей. И при этом параллельно тот шард, который превысил это пороговое значение, данные перераспределяются. Соответственно, в Google BigQuery такое перераспределение происходит уже на лету и не требует промежуточных материализаций. Другим примером замены целого поддерева в плане исполнения является замена алгоритма join. Как мы уже упоминали, важным видом join является broadcast join. При этом, как правило, оптимизатор принимает решение выбрать именно broadcast join. Если плечо join, которое следует распространить по всем узлам кластера, маленькое. Если же из-за ошибок в оценке кардинальности окажется, что мы broadcast join не выбрали, во время исполнения может оказаться напротив, что то количество данных, которые мы получили в данный момент, оно окажется меньше, чем это самое пороговое значение. И многие системы могут принять решение поменять тот вид join, который был запланирован изначально, на broadcast join. Соответственно, Spark умеет заменять merge join на broadcast join, и опять же он это делает в точках материализации. Google BigQuery будет заменять shuffle join на broadcast join, и они это делают благодаря тому, что они умеют отменять и перезапускать вот те самые фрагменты, о которых мы говорили, когда говорили об акторах, которые наполняют нашу распределенную систему. Дальше. До сих пор мы говорили лишь о, скажем так, о оптимизациях, которые заменяют алгоритмы и, скажем так, принципиальные куски в плане либо в самом экзекьюшене. При этом мы не касались таких вещей, которые связаны с исполнением кода на какой-то конкретной платформе или связанной с каким-то конкретным классом запросов. И здесь на первый план выходит различие между так называемой OLTP транзакционными запросами и OLAP запросами. Разница между этими двумя большими классами можно описать очень условно следующим образом. OLTP запросы затрагивают маленькое количество строчек, при этом, как правило, нам требуются все атрибуты из тех строчек, которые мы читаем. Скажем, мы хотим получить информацию о каком-то конкретном пользователе или каком-то конкретном товаре. Соответственно, в этом смысле OLTP запросы можно назвать точечными, но широкими. Напротив, OLAP запросы, как правило, считывают некоторый сабсет достаточно узких колонок, но при этом им требуется проитерироваться по большому количеству данных. И в этом смысле OLAP запросы являются длинными, но узкими. Соответственно, когда мы говорим про OLTP запросы, ключевыми факторами их быстроты является выбор оптимального метода доступа. Например, мы можем выбирать между fullscan или индексом, и если мы выбираем индекс, то нам важно выбрать какой-то конкретный индекс, который удовлетворит все дерево запроса. Если же мы говорим про OLAP запросы, то на первый план выходит именно эффективное исполнение кода. И эффективное исполнение кода здесь достигается несколькими подходами, которые на самом деле можно даже комбинировать. Первый подход, на котором хотелось бы остановиться, это векторизация. И идея векторизации состоит в том, что если мы работаем с данными, используя кортежи, то у нас используются, скажем так, виртуальные вызовы, потому что наш кортеж является полиморфным, и у нас на каждой итерации исполнения нашего оператора происходят наклонные расходы, которые отрицательно влияют на производительность. Векторизация меняет модель исполнения запроса таким образом, что в каждый момент времени оператор работает над блоком, который полностью помещается в кэш-процессор. И зачастую имплементация таких операторов разбивается на некоторые примитивы, и каждый из этих примитивов специализирован на каком-то конкретном типе данных. Скажем, если у вас есть фильтрация по колонке, то в коде базы будут специализации фильтрации для типов integer, double, скажем, timestamp и строк. Есть масса примеров использования такого подхода, и это действительно очень эффективный вариант исполнения. И интересным моментом здесь является то, что в таком проекте, как Apache Arrow, был введен слой compute, который делает эти самые векторизованные вычисления. Поэтому любой проект, который использует Apache Arrow в качестве, по крайней мере, некоторой части своего движка исполнения, использует векторизацию в своем коде. Другим, скажем так, ортогональным направлением эффективного исполнения является компиляция. И идея, которая стоит за этим подходом, состоит в том, что мы можем специализировать каждый конкретный оператор в соответствии с той схемой, которую указал пользователь. Потому что, скажем, если мы возьмем классический подход, то если возьмем какой-то конкретный запрос, то если мы вручную напишем программу, которая будет исполнять только этот конкретный запрос, то эта программа почти наверняка будет работать более эффективно, чем в среднем база. С другой стороны, операторов у нас конечное число, но при этом количество схем, которые может задать пользователь для работы в базе данных, не фиксировано, а не определяется пользователем. Что мы можем сделать? Мы можем сделать некоторый шаблон и специализировать этот шаблон для каждой конкретной схемы, которую дает нам пользователь. Так как мы не можем знать наперед весь набор схем который могут нам предоставить, мы должны делать эту специализацию в рантайме, что означает, что мы должны генерировать код. Если говорить про генерацию кода, то здесь опять же есть два подхода. Сложно сказать эффективно, какой из них является более предпочтительным, потому что каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Первый вариант — это генерация исходного кода в виде, скажем так, текстовой строки. То есть вы генерируете код, как если бы вы писали код оператора, зная заранее структуру данных, над которыми этот оператор будет работать. Это достаточно распространенный подход. Он используется в Apache Spark, в системе Microsoft Hikaton, в MemoSQL. И преимуществом его является то, что вы работаете с, скажем так, привычным языком. То есть, например, Spark генерирует код оператора в виде, по сути, скала кода, который впоследствии компилируется. Соответственно, это более привычное представление. Вы можете, имея на руках код этого оператора, прилинковать его прямо к отладчику при необходимости и, возможно, даже пробежаться по нему для отладки. В то же время такой подход является, возможно, он привносит некоторые накладные расходы, потому что вы работаете с текстом и необходимо некоторое время для того, чтобы его распарсить и скомпилировать. Альтернативой является генерирование intermediate representation, который уже понятен какому-то конкретному оператору. Здесь очень распространен фреймворк LLVM, на котором в том числе построен CLANG. И LLVM используется, например, в подсистеме Apache Arrow, который позволяет скомпилировать в рантайме произвольные поддерживаемые выражения для вычисления, скажем, фильтров или проекций. Альтернативой LLVM, например, в проектах, которые используют Java Runtime, является фреймворк ASM, который позволяет вам генерировать байт-код, то есть, по сути, это тоже в некотором смысле intermediate representation, и тем самым сократить время компиляции, потому что если вы генерируете уже ASM код, то вы пропускаете большую часть оптимизации, которую делает сам компилятор, но при этом само время компиляции запроса становится меньше. Естественным отрицательным свойством такого подхода является высокая сложность поддержки, потому что вам необходимо работать с очень низкоуровневыми структурами. Наконец, если мы совместим эти два подхода, векторизацию и компиляцию, то мы получим технику, которая называется operator fusion. И суть ее состоит в том, что многие операторы обладают таким свойством, что их можно объединить в цепочку. И если мы их объединим в цепочку, то скомпилированный код не будет писать промежуточные результаты в память, а, скажем, если мы посмотрим, например, на операторы на этом слайде, если у нас есть фильтр и хэшбилд, то каждый конкретный кортеж будет держаться в регистрах процессора максимальное количество времени, что позволит еще ускорить ваше исполнение. Естественно, что такой operator fusion он тоже возможен только лишь с динамической компиляцией, потому что помимо самой схемы еще одно измерение для того, чтобы получить комбинаторный взрыв, здесь является и перестановки самих операторов, поэтому предскомпилировать такие смержанные операторы не представляется возможным, и для них код генерируется в рантайме. Я думаю, что по динамическим оптимизациям все, я думаю, что мы можем подводить итоги. Да, Алексей, спасибо. Так, у нас там был еще слайд с выводами, с ссылочкой. Спасибо большое. Да, ну, как вы поняли, из данного доклада очень много всего, к сожалению, или к счастью, применяется в распределенных движках, и каждый движок, он в каком-то смысле уникален, да, он имеет свой набор каких-то сильных слабых сторон, поэтому, конечно, если вы как дата-инженер сталкиваетесь с распределенным SQL-ем, то важно понимать, какие трейд-оффы присутствуют в тех или иных системах, чтобы их более эффективно использовать и избегать больших проблем. Но в целом, да, как мы увидели, за эффективную обработку SQL-запросов в движках, как правило, включают два ключевых компонента, это оптимизатор и экзекьютор. Задача оптимизатора — выбрать правильный план. Задача экзекьютора — этот план максимально быстро исполнить, используя такие техники, как викторизация или компиляция, да, и потенциально скорректировать решения, принятые на этапе оптимизации, да. И это как раз-таки к этому относятся примеры с динамическими реоптимизациями, когда мы либо вставляем операторы, либо даже сами планы изменяем и прочее-прочее. Мы в нашем докладе также вставили большое количество ссылок на исходный код, на какие-то пепперы, которые могут быть вам потенциально интересны. Эти ссылки будут доступны по той ссылке, которую вы видите на экране, да, и потом, когда у вас появится доступ к презентации, вы сможете по ней пройти и ознакомиться с материалами. Нареи все они могут быть для вас интересными. И, кроме прочего, я бы хотел отдельно отметить, что все то, что мы вам рассказали, мы не только теоретически читали в книжках, мы это делаем самостоятельно в рамках нашей ежедневной деятельности, буквально практически все эти практики. И если вы хотите, скажем так, перейти на другой уровень работы с дат-менеджмент-системами и такие системы создавать, то вы всегда можете сообщить об этом нам. Мы ищем инженеров, и мы с радостью с вами пообщаемся, если у вас интерес в разработке СБД и распределенных систем. На этом по декладу у нас все. У нас есть, Алексей, пара вопросов по твоей части. Давай я их зачитаю. Первый вопрос звучит так. Можно ли сказать, что динамическая фильтрация, про которую мы говорили, в каком-то смысле является неявным оператором семиджойна? Или это что-то совершенно другое, семантическое? То есть похоже это как-то на семиджойн или нет? Ну, я бы, наверное, сказал, что больше нет, чем да. Дело в том, что в действительности эта оптимизация невозможно применить исключительно на уровне планировщика. Потому что, во-первых, нам нужно построить фильтр. И более того, для того, чтобы применить этот фильтр, мы должны, скажем так, скоординировать не только сам планировщик, сам оптимизатор, который построил план, рантайм, но еще и такой компонент, который на самом деле мы здесь опустили, это скедулер или планировщик ресурсов. Соответственно, вот в случае применения динамического фильтра правую часть запроса мы не должны даже начинать исполнять до тех пор, пока наш фильтр, динамический фильтр не построен. Соответственно, семиджойн, я бы сказал, что с точки зрения именно самоисполнения, семиджойн, по большому счету, не сильно отличается от обычного джойна, потому что вам точно так же надо построить хэштаблицу, узнать, есть ли там вхождение или нет. Да, это правда, вы там одну из сторон не отдаете, но в целом это фундаментально, это те же самые хэширование, или сортировка и так далее, или nested loop. В случае фильтрации, ну, может быть, динамический фильтр в каком-то смысле напоминает какой-нибудь там nested loop, да, вот условно, когда мы накопили бачи и заглянули в другую часть. То есть, может быть, какие-то аналогии есть, но как-то все-таки... Я думаю, что, может быть, эту технику можно как-то распространить, то есть, если в какой-то момент мы понимаем, что вот наш семиджойн выполняется таким образом, что больше кортежи с каким-то характерным свойством атрибута нам неинтересны, возможно, мы эту информацию можем как-то дальше пробросить в скан, но это уже даже более, скажем так, следующий уровень, который не входит в рамки даже рассмотренных нами оптимизаций. Хорошо, Алексей, тогда давай отметим это и сами перейдем на следующий уровень, потом поделимся, получилось ли это что-то или нет. Так, у нас есть еще один вопрос, такой более общий. Мы перечислили достаточно большое количество техник, которые применяются для оптимизации. Более того, мы покорили на самом деле далеко не все, мы совершенно не касались таких вещей, как, допустим, материализованные вьюшки, то есть там очень много всего еще, что можно рассказать, и вопрос заключается в том, что если, известны ли нам какие-то места, где все вот эти кейсы и подходы как-то структурированы и систематизированы, чтобы не копить эти знания там годами, а вот взять и посмотреть, ага, я могу устроить движок такими-то способами, или эти знания разбросаны, и наш доклад — это первая, так, луч света буквально в индустрии. Я думаю, что наверняка какие-то похожие вещи есть, но, скажем так, вы совершенно точно можете найти систематизацию и такие, скажем так, обзорные пейперы или даже книжки по каким-то конкретным направлениям. Например, есть прекрасный обзор подходов к построению колончатых columnar storage и колончатых движков. Он, кстати, есть в ссылках, которые есть в наших докладах. Есть прекрасный обзор построения, например, B-деревьев. А вот такого, чтобы было от и до, скажем так, от, может быть, каких-то оптимизаций парсинга SQL до материализованных вьюх, мне, по крайней мере, неизвестно, потому что мне кажется, что такой труд, он будет какого-то просто колоссального размера. Я бы сказал, что в каком-то смысле мы на практике ровно с таким же вопросом постоянно сталкиваемся, потому что нам порой надо транслировать какие-то вещи, которые мы делали в одном проекте, в другой, и у нас такие же проблемы возникают. Мне лично попадался набор пепперов, которые делают какую-то систематизацию по определенному направлению, допустим, по направлению динамических оптимизаций, или, как Алексей сказал, про колоночные движки. Есть пепперы, которые сравнивают, допустим, query-движки. Есть пепперы, которые анализируют движки в разрезе разных решений по сториджу принятых, и даже написали некий генератор движков, который говорит, сделай мне движок, у которого, условно, LSM и в Red Hat Lock, он его сделал и посмотрел на его характеристики, грубо. То есть определенная систематика идет. Есть отличная книжка, напомню, как называется, во-первых, Design and Intensive Applications, наверное, и вторая, Database Internals. Database Internals. Deep Dive in Database Internals. Это хорошие обзорные книги, но, конечно, прочитав их, вы не станете сразу делать СБД, потому что по каждому пункту, который там упомянут, у него куча, под ним куча всего находится. Но в целом это очень хорошие стартовые точки. Да, я бы сказал, что в целом такие пейперы или книги, их можно очень хорошо использовать, ну, кроме, скажем так, обзора, из них очень полезно получить библиографию, с которой уже можно работать, если вас интересует какое-то конкретное направление. вот это на практике, то, что мы видим, это бывает очень полезно. Так, ну хорошо, у нас пока больше вопросов нет, Алексей, еще минут 20 посетим или будем закругляться? Ну, на самом деле, вот нам показывают, что у нас есть 30 секунд еще, вот, возможно, давай, я скажем так, для затравочки задам вопрос, вот, просто у нас есть еще дискуссионная зона, вот, и поэтому, может быть, вот, желающие присоединиться, могут услышать ответ на этот вопрос там. Вот, ты говорил про множество трансформаций, которые происходят над деревом, да, над intermediate representation, вот, и мне, на самом деле, было интересно, вот, эти трансформации, их какое-то фиксированное число, или я могу придумать новую трансформацию? Если, скажем, вот это новое правило придумаю, то как узнать, что оно вообще корректное, да, и смогу ли я его применить в реальной системе, скажем там, не пойти, не законтрибьютив его в Apache Spark? Хорошо. Так, ну хорошо, коллеги, мы на этом с вами прощаемся, надо переходить в дискуссионную зону до ссылки. Мы вас ждем там. Всем спасибо. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания.